ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет, с вами Наталья Кочеткова. О добрых драконах и веселых монстрах мы будем говорить сегодня в программе Драконы, как мы знаем, бывают разные. Первоначально в мифах, легендах и сказках драконы чаще всего оказывались злобными, опасными, алчными и кровожадными существами. И задача рыцаря или доброго молодца с драконом сразиться, победить его и спасти прекрасную принцессу от смерти, а родной край от пожаров и разорения. Но современная литература не любит простых сюжетных ходов. Ей больше нравятся сложные многомерные герои и миры, в которых кто угодно может оказаться кем угодно. Прекрасный принц под лицом и предателем, страшный дракон благородным существом с добрым сердцем, красавица-принцесса, во-первых, не такой уж и красавицей, а во-вторых, отважным воином. И так далее. Вот и у Джордана Куина в его королевстве драконов все герои разные, и их характеры никак не зависят от их видовой принадлежности. Итак, на острове Крествуд в королевстве Ранлия царили тишина и покой. Люди, драконы и феи жили там мирно, бок о бок, пока не случилось страшное. Взрослый красивый дракон по имени Пепел едва смог приземлиться. Он оказался под воздействием древнего проклятия. Все и все, кто ему подверглись, теряют тепло и леденеют. Хоть живые существа, хоть вулканы. Ведьма Веленель отправляет дочь Пепла маленькую дракониху по имени Уголюк к феям за волшебным зельем. Сопровождать туда среди прочих ее будет ее новый друг, красный дракон Раскин. Вообще-то красные драконы самые могущественные и огнеопасные, но Раскин не подозревает о своей силе. Дело в том, что когда он только-только вылупился из яйца, его нашла королевская семья. С тех пор он живет во дворце на правах домашнего любимца. Королевский повар готовит ему вкусную еду, а еще дракончик обожает жгучий перец. От него он особенно эффектно плюется огнем. О том, какой Раскин на самом деле сильный, ему рассказывает Уголек. И в результате именно красный дракон сыграет важную роль в спасении отца драконихи, дракона Пепла. А вот что ждет маленьких драконов в стороне фей и на обратном пути, а также кто виноват в том, что древнее проклятие пришло в мир и что со всем этим делать, вы узнаете из комикса Джордана Куина «Королевство драконов». А вот еще один комикс, в нем нет драконов, но он не менее волшебный и занимательный. Его придумали Энн Дидье, Оливье Меллер и Оливье Де Луайе. И называется он «Эмиль и Марго». Эмиль и Марго – принц и принцесса. Они живут в замке, а воспитывает их строгая мадемуазель дисциплина. Если бы мир был устроен, как хочет мадемуазель дисциплина, то дети бы только и делали, что ели полезный шпинат, учили уроки и помогали садовнику в парке. Но, к счастью, Эмиль и Марго дружат с монстрами. Это такие некрупные и довольно веселые волшебные существа, которые часто выручают детей в трудных ситуациях. Скажем, придают шпинату вкус шоколадного мороженого. Или зовут семейство снеговиков расчистить от снега дорожки в парке. Или зовут поучаствовать в гонках за пирогами. Это сначала весело, а потом вкусно. Много разных историй из жизни принцев и их друзей-монстров ждут вас под обложкой сборника «Эн Дидье», «Оливье Меллера» и «Оливье Де Луайе», «Эмиль и Марго». Я вам все пересказывать не буду. Сами прочтете. Итак, я вам сегодня рассказала о комиксах Джордана Куина «Королевство драконов» и сборнике веселых историй «Эн Дидье», «Оливье Меллера» и «Оливье Де Луайе» и «Эмиль и Марго». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч. ПОЧИТАЙКА